Слава Украине, приветствую вам от Полонского. Ребята, на России неприятности растут комом. Вот сегодня у них прилегли, знаете, такое очень большое интернет-сообщество у них прилегло сегодня. Послушайте, какие сайты, причем кремлевские говорят, Ридовка, это абсолютно кремлевский ресурс. Итак, прилегли, или же, скажем так, сбой очень серьезный на Сбербанке, на этом пропагандистском сервисе ВК. Господи, не заходил на него лет 10, уже забыл даже, как он выглядит. Ну, говорят, на России он до сих пор там в ходу. МТС, телефоны, дальше, что там еще у них упало. Сервис Дискорд, система платежей СБП. Ну, короче говоря, много чего лежит. И часть, скажем так, сервисов, привычных россиянам, недоступна. О чем это говорит? Ну, прежде всего, о хорошей работе наших хакеров, или еще каких-то хакеров, я не знаю. Но в любом случае, это очень правильная, хорошая и нужная работа. Рашистам интернет не нужен, компьютеры не нужны, вот эти все сервисы не нужны, все это лишнее. Нужны лапти, анучи, рельса и прутень, чтобы лупить по рельсам, а гуку морзе. Ну, кто умеет. Кто не умеет, можно просто вот так вот кричать, а еще взять лапать, лапать, покричать, тоже будет громко. Вот тогда хорошо получится. Вот, то есть, вот это хорошая работа хакеров, и тут ничего не скажешь. Чем дальше оно идет, тем лучше. Помним, да, они нам тоже ложили в свое время Киевстар. Так что долг платежом красен. Я хочу, знаете, о другом спросить. Вот россияне, которые голосуют за Путина, а вы помните, чтобы вот наши хакеры таким занимались вот три года назад? Ну, были какие-то там небольшие моменты, но это, знаете, это делалось не на государственном уровне, это делалось, как вам сказать. Это делалось какими-то отдельными хакерами, которые могли сегодня хакернуть Россию, завтра Украину, послезавтра Штаты, а потом Саудовскую Аравию. Ну, грубо говоря, как-то так, да. Это был другой уровень. Только после начала российско-фашистского вторжения в Украину вы получили вот такого вот рода проблемы, когда у вас серьезно подготовленные хакеры, которые имеют, естественно, поддержку, ложат ваши сайты, причем неоднократно, и будут это делать больше. Просто потому, что между нами война. И чем хуже нам, тем лучше вам, чем хуже, скажется, вам, тем лучше нам. Видите, к чему ваш Путин привел? Вот так вот. И это только верхушка айсберга. Но то, что это все лежит, отлично. Особенно вот этот вот богомерзкий ВК. Вместе со Сбером, да, туда и всего. В утиль сырье.